добрый день дорогие друзья мы снова с вами мы это студенты университета правительства москвы команда проекта лаборатория квеста и при поддержке департамент культурного наследия города москвы мы продолжаем наш проект культурный променад и сегодня мы пройдемся по улице арбат давайте вместе с нами а это церковь спаса на песках по документам она известна еще с 1643 года но возникла гораздо ранее этой даты в конце 18 века столицами командовал полковник григорий иванович аненков полк был переформирован а средские земли москве заселили другие люди они и построили в 1711 году на месте ветхого столицового храма новую каменную церковь преображения она сохранилась до нашего времени без больших перестроек по близости на углу трубниковского переулка в 1877 1878 годах снимал квартиру художник поленов здесь написал он одну из своих самых известных работ картину московский дворик на заднем плане этого поэтичного полотна видна церковь спаса на песках прямо за нами главный дом усадьба щепочкина львова формирование домовладения номер 8 началось после пожара 1812 года когда жена поручика и кавалера павла григорьевича щепочкина выстроила одноэтажный деревянный жилой дом в 1884 году начался новый этап строительства по проекту архитектора гаврилова главный дом был реконструирован со стороны двора вместо антисолей был настроен второй этаж и устроена деревянная терраса главный фасад получил новое пышное декоративное оформление в духе классицирующей эклектики позади особняка находился парадный двор а вся южная часть домовладения была отведена под хозяйственный двор таким образом в 1820 годах была сформирована усадьба с характерными элементами планировочной структуры эпохи классицизма а это доходный дом титова или дом художника сергея васильевича иванова начале двадцатого века участок приобретает андрей титов который решает построить здесь доходный дом квартиры выходившие окнами на арбат и имевшие балконы были классом выше их стоимость значительно превышала стоимость внутренних квартир со стороны улицы двор доходного дома был закрыт воротами чугунного литья которые запирались все москвичи знали дом при лиц как адрес единственного в городе зоомагазина магазин занимал первый этаж здания у витрин которого толпилась до двора подворотни и в подъездах дома был маленький живой рынок сейчас это отреставрированный доходный дом построенный в стиле модерн 1980-х дом был перестроен коммуналки были реконструированы в отдельные квартиры сейчас это элитный дом на центральной улице москвы а на первом этаже по прежнему расположен птицовый магазин это доходный дом якобы толстого первые письменные источники о данном домовладении зафиксированы в середине 1730 годов доходный дом якобы толстого на арбате последняя в москве гостиница оформленная в стиле модерн 5-этажный кирпичный доходный дом с магазинами подвалом и проездными воротами фонтаном и бассейном построен в 1904 1906 годах является одним из лучших творений гражданской архитектуры никита герасимовича лазарева первый этаж спроектированный для магазинов изначально украшали интересные криволинейные окна и дошедшие до наших дней окна 4 этажа обрамляет характерный для московского модерна орнамент из листьев каштана центральный резолит заканчивается высоким аттиком с двумя вазонами и изящной гирляндой под карнизом вот и подошла к концу наша прогулка по улице арбата на ней осталось еще много зданий с интересной историей проект специально для вас подготовили студенты университета правительства москвы команда проекта лаборатория квеста при поддержке департамента культурного наследия города москвы увидимся на новой улице пока пока субтитры сделал DimaTorzok